Уважаемые налогоплательщики, меняется форма налоговых уведомлений, которая теперь не предусматривает наличие квитанции. Сегодняшнее обращение связано с массовым направлением налоговых уведомлений в 2019 году. С 1 июня меняется форма налоговых уведомлений, которые направляются физическим лицам для оплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц. Теперь в нее включается информация для перечисления налогов в бюджет, поэтому вместе с уведомлением больше не будут направляться отдельные платежные документы, то есть квитанции. Так, в измененной форме содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Также в новую форму уведомления включена информация о вычете по земельному налогу для льготных категорий граждан, который равен кадастровой стоимости 6 соток площади одного земельного участка. Отражается в новой форме и адрес, а в случае его отсутствия – местоположение налогооблагаемых объектов капитального строительства и земельных участков. В налоговом уведомлении теперь не будут содержаться сведения об объектах имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи. Например, если гражданин использует налоговую льготу, которая освобождает его от уплаты налога, или у физлица есть переплата, покрывающая сумму налога. Уведомления по новой форме будут направлены налогоплательщикам по почте, а также размещены в их личных кабинетах на официальном сайте Федеральной налоговой службы России в рамках кампании по рассылке налоговых уведомлений этого года. Рекомендуем вам посетить официальный сайт Федеральной налоговой службы налог.ру, где размещена промо-страница «Налоговое уведомление физических лиц-2019». Там можно получить информацию по вопросам налогообложения, о ставках, о льготах с пошаговой инструкцией. Редактор субтитров А.Семкин